Угу, благодарю. Итак, чтобы видеть хорошо презентацию, вам нужно нажать, собственно говоря, на окошко с этой презентацией. Я сделаю то же самое, чтобы видеть эту презентацию. Итак, меня зовут Гусева Мария Сергеевна, я врач-терапевт, врач превентивной медицины, диетолог-нутрициолог. Сегодня тема нашей лекции — это новинка Balancer Preview Mix. Конечно же, эта запись будет сохранена, будет выложена на YouTube, и вы всегда сможете ее посмотреть, особенно если вы присоединились позже. Лекция займет не более 30 минут, я думаю, потому что достаточно простой у нас продукт. Я постараюсь ответить на все вопросы, которые возникли у вас, возникнут в процессе лекции. Вопросы можно будет оставить в том сообщении, который вот сейчас появился в нашем Телеграм-канале. Пожалуйста, там в комментариях можете задать вопросы касательно новинки. Итак, давайте расскажем, что же это у нас за новинка такая. Пожалуйста, следующий слайд. Я очень часто сталкиваюсь с таким вопросом, что люди не понимают, чем отличаются пробиотики и пребиотики. Казалось бы, одна буква, а какая огромная разница. Пребиотики – это бактерии, это лакта и бифидобактерии. Обычно мы имеем в виду. Пробиотики – это лакта и бифидобактерии, которые у нас живут в кишечнике. Они занимают практически 2-3 килограмма от нашего собственного веса. Их очень много. У них много полезных свойств. Они, собственно, нам нужны для синтеза очень многих полезных веществ, в том числе многих витаминов. И таких, как витамин В12, витамин К2 и некоторых других. Они нужны нам для поддержания нашего иммунитета. В кишечнике у нас синтезируется часть серотонина и даже мелатонина. И много других полезных вещей. Вот. И есть у нас пребиотики. Вот пребиотики – это то, что едят пробиотики, то, что едят бактерии. Еда для бактерий. Ну, вот, собственно, и всё. Фактически пребиотиком является вся клетчатка, которую мы едим. Это овощи, фрукты, зелень, это круп, картофель и так далее. Вот они нам нужны для поддержания нашей нормальной микрофлоры. Есть продукты, которые сочетают, препараты я имею в виду, препараты, которые сочетают в себе и пробиотик, и пребиотик. Они обычно называются симбиотик. Вот. Это нам для общего образования, чтобы вы не путались. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. Это у нас была вступительная часть для понимания, что же мы будем сегодня представлять, что рассказывать. Итак, это у нас функциональный напиток, балансер при биомикс, пребиотический напиток. Очень важно, этот напиток не зарегистрирован как БАТ. Это пищевой продукт. А значит, сразу мы понимаем, что он может, в принципе, применяться у детей, у беременных и у кормящих, потому что нет абсолютно никаких противопоказаний на ваше усмотрение. Это очень большой плюс. Как я вижу этот напиток? Собственно говоря, это пребиотический напиток. Это комплекс с нерастворимыми и растворимыми пребиотическими волокнами. Он нам нужен для поддержания нормальной микрофлоры кишечника, и он имеет некоторые другие свойства. Как я его в первую очередь вижу? У меня просто огромное количество пациентов с запорами. Практически каждый второй человек приходит и жалуется на запоры. И я знаю, что большой запрос был у наших клиентов и партнеров тоже для какой-то напиток или БАТ, который будет помогать при запорах. Потому что запоры – это огромная проблема, начиная с детского возраста. Запорами связывают нарушение детоксикации, запорами связывают акне, плохую кожу, плохую, да, оценочное осуждение, ну, в общем, нездоровую кожу. То есть это акне, это экземы, это псориазы, различные высыпания на кожу. Это часто свидетельствует о том, что нарушены процессы детоксикации. И первое, что я спрашиваю таких людей, у которых есть проблемы внешние, да, вот с кожей, как вы ходите в туалет? Кстати, как надо часто ходить в туалет? Некоторые говорят регулярно, регулярно. Регулярно раз в неделю, например, или два раза в неделю. Так вот, здоровый стул у здорового человека должен быть минимум один раз в день. Может быть, два. Два тоже считается нормой, когда человек ест достаточное количество клетчатки, например, и много двигается. Даже два можно ходить раза в туалет. Вот, но один раз – это минимум. Запоры также связывают с головными болями. Головные боли, мигрени, метеочувствительность какая-то, давящее чувство в голове – это тоже может быть связано с запорами. Также люди, которые страдают избыточным весом, они также испытывают проблемы с пищеварением и с кишечником, потому что они едят малое количество клетчатки, кисломолочных продуктов, зато очень много углеводов и жиров. И такой вот напиток, пребиотический, который содержит в себе пищевые волокна, он помогает как раз мягкому очищению кишечника. Он очень мягко стимулирует ворсинки кишечника для того, чтобы кишечник в правильную сторону продвигал свое содержимое. Вот, пожалуйста, не думайте, что это какое-то слабительное. Ни в коем случае. У нас есть, безусловно, растительное слабительное. Знаете, бабушки часто пользуются сеной. Очень много, кстати, сеной. У нас в аптеках, я вижу в России, типа, чаев для похудения. Но это очень опасная штука, на самом деле, такие чаи пить для похудения, потому что они очень избыточно стимулируют перистальтику кишечника. И в конечном итоге такие чаи, такие таблетки с сеной, они приводят к атрофии кишечника и могут быть фактором риска онкологических заболеваний кишечника. Поэтому ни в коем случае. Еще к ним очень быстро наступает привыкание. И, ну, это вот по бабушкам я сужу. У меня много таких было, которые там весь лет на осенне сидят, а потом их кишечник не берет просто ничего. Вот просто ничего. И эти бабушки там неделями могут не ходить в туалет. Вы представляете, да, как они себя чувствуют. И как раз мы не используем при биомиксах каких-то серьезных слабительных или стимулирующих. Все только натурально и очень-очень мягкое. Про состав я сейчас расскажу позднее. Соответственно, такой напиток, он поможет правильному ежедневному очищению кишечника. Особенно тем людям, у которых есть склонность к запорам. У людей, которые мало едят клетчатки, то есть овощей, фруктов и кисломолочных продуктов. В конечном итоге он поможет нам справиться с избыточным весом. Ну и, конечно, улучшает общее самочувствие. Да, потому что кишечник будет работать правильно. Вот, чтобы кишечник работал как часы, большими буквами написаны. Но, помимо всего прочего, при биомикс, он нужен для здоровья нашей микрофлоры. Да, то есть вот как раз для этих лакто-бифидобактерий, которые у нас в кишечнике живут, вот, он тоже очень нужен для них. А что у нас эти бактерии еще помогают делать, да? Как я уже сказала, они помогают нам витамины, витамины помогают синтезировать, но еще они помогают нам усваивать нам наши полезные вещества из пищи, даже из пищи. Потому что, ну, согласитесь, если у человека плохо работает кишечник, плохо работает кишечник, и этот человек имеет какие-то дефициты по биохимии, да, например, то обычно что начинают делать? Обычно начинают пить БАДы, да, БАДы, витамины, быстро как бы этот вопрос решать. У меня же дефицит, что я буду делать? Вот, это неправильная тактика. Правильной тактикой будет сначала наладить работу кишечника, чтобы была здоровая слизистая, чтобы была правильная микрофлора. И тогда все усвоится, все микроэлементы из пищи, из овощей, из фруктов, из мяса, и даже из БАДов, из витаминов и минералов, даже с небольшими дозировками. То есть вот это как раз выход для тех людей, которые хотят восполнить свои дефициты, да, дефициты в питании, в биохимии, но не хотят употреблять, например, там, большие дозировки. Потому что большие дозировки витаминов у нас, к сожалению, проблему не решат, да, если кишечник не работает. Гораздо важнее, чтобы кишечник и микрофлора работали слаженно, чтобы, как я часто говорю на приемах пациентов, что нам не делать драгоценный навоз, да, драгоценный навоз, который у нас обогащенный. Вернее, все, то, что употребляем, мы усваивали. Вот, а то, что нам не нужно, наоборот, там, продукты детоксикации, жизнедеятельности, мы, собственно говоря, спокойно выводили. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, ну и, как я уже сказала, разберем состав. Ничего сложного. Здесь у нас есть только нерастворимые и растворимые волокна. Сейчас расскажу, что есть что. Нерастворимые волокна – это у нас волокна, которые впитывают воду, но не растворяются в ней. Это целлюлоза, это клетчатка различная. Она будет у нас на следующем слайде. А вот здесь вот у нас представлена комбинация пребиотических пищевых волокон. Они растворимые, то есть они растворяются в воде. Вот, это важно. И они нам нужны как раз как еда для нашей микрофлоры. Рассмотрим, что у нас здесь есть в составе. Во-первых, инулин. Инулин – это, наверное, самое популярное пищевое волокно из цикория. Далее у нас пектин яблочный и локтулоза. Локтулоза из молочной сыворотки создается. Я знаю, бывают вопросы, есть ли здесь глютен и локтоза в этом продукте. Я как раз на это обращу ваше внимание. Локтулоза, она производится из молочной сыворотки. В принципе, там как таковой локтозы уже нет. Она из нее убрана, это другой продукт. Но советую это все равно с осторожностью употреблять, если у вас есть непереносимость локтозы. Просто с осторожностью. Потому что никто гарантии не даст, что не будет какой-то индивидуальной реакции. Но, как я уже сказала, обычно на такой продукт не должно быть вздутия, газообразования, как с локтозсодержащими препаратами. Итак, подытожим. Пребиотические пищевые волокна, наоборот, растворимые. И нулин, пектин и локтуоза, они нам нужны для здоровья нашей микрофлоры. Пожалуйста, следующий слайд. Так, давайте обратно вернемся. Вернемся обратно. Да, спасибо. И есть у нас еще здесь нерастворимые волокна. Это у нас клетчатка, то есть это овсяные те же самые отруби. Они нам нужны для очень мягкой, нежной стимуляции перистальтики кишечника. Для перистальтики кишечника. И такое мягкое сорбирующее также еще действие у них есть. Так, все. Следующий слайд. Итак, для чего мы принимаем пребиотические пищевые волокна? В первую очередь, как я уже говорю, для здоровья ЖКТ они помогают наладить регулярную работу кишечника, поддерживать баланс микрофлора для того, чтобы был ежедневный стул, чтобы он был приятным. Потому что, знаете, если стул как бы ежедневный, но он бывает, знаете, такое чувство неполного опорожнения или споднатуживания, ну, не совсем комфортный. Это также может вызывать дискомфорт и провоцировать такие заболевания, как тот же самый геморрой. Вообще, болезнь просто целого поколения. Этим заболеванием страдают не только люди старшего возраста или беременные, девочки, которые большой... Так, ладно, стерли, стерли. Сейчас договорю. Геморрой и проблемы со стулом у нас бывают часто у людей старшего поколения, бывает у беременных, потому что у них резкая прибавка весит происходит, и происходит давление внутрибрешное, увеличение его. Но очень часто этим страдают мужчины, потому что мужчины в основном в России мало двигаются, много времени проводят за рулем, либо в сидячем положении, на работе. И даже дома имеют проблемы с избыточным весом, мало едят овощей и фруктов. И вот у мужчин тоже очень часто бывает геморрой, который связан с запорами. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, что это продукт не только женский, или там для детей, или для пожилых людей. Но не забывайте, пожалуйста, про наших мужчин. Этот продукт помогает контролировать вес. Потому что, помимо всего прочего, он у нас создает чувство сытости. Помогает предупредить переедание, снижает скорость усвоения жиров. Как это работает? Если вы чувствуете, что вас тянет на сладенькое, например. Вас тянет на сладенькое. Что надо сделать? Нужно этот напиток развести в тепленькой водичке и выпить. Он, кстати, имеет очень приятный такой легкий вкус зеленого яблока. Там же добавлено натуральное яблоко и совсем чуть-чуть ароматизатора. Очень мало подсластитель. В общем, он приятный. И он как раз поможет людям, которые сладкоежки и любят что-нибудь такое сладенькое покушать даже после еды, например, сразу. Так что этот продукт, он поможет сытостью. Ну и, конечно, он положительно влияет на иммунитет, на здоровье кожи и на общее самочувствие, как же я уже сказала, за счет своей детоксикации и за счет улучшения микрофлоры. Пожалуйста, следующий слайд. Ага, вот они, наши другие компоненты. Другие компоненты. Овсяные отруби, они у нас входят в категорию нерастворимой клетчатки. Они помогают перевариванию пищи, помогают поддерживать нормальный уровень холестерина. Потому что клетчатка, она помогает, в общем, она снижает всасывание холестерина и даже глюкозы из пищи. Вот. Уже непосредственно в кишечнике она сорвирует на себе эти вещества и их усваивается немножечко поменьше. Также это источник бета-глюкана. Бета-глюкан – это такой полисахарид, который у нас участвует в том числе в иммунитете, в процессе иммунитета. И он нам нужен для здоровья микрофлоры. Все опять в микрофлоре сводится. Артишок относится к растениям с легким желчегонным эффектом. Он активирует моторику кишечника мягко и также поддерживает работу желчевыводящей системы и печени. Здесь важный момент. Был вопрос, можно ли применять при камнях в желчном пузыре, потому что артишок, он хорошо так может стимулировать желчевыведение. Да, можно, потому что, во-первых, это не БАД, чистый артишок или лекарственное вещество с артишоком. Здесь очень-очень маленькая дозировка для того, чтобы это была биологически активная добавка. Это пищевой продукт. И тем более он здесь в составе других пищевых волокон, поэтому действие у него будет еще мягче. Конечно, если вы сомневаетесь, применять вам артишок или нет, то, пожалуйста, обратитесь к вашему врачу. Но, опять же, артишок здесь не экстракт добавлен, а вот непосредственно само растение с его волокнами, с его клетчаткой. За счет чего действие желчегонное будет не настолько сильно выраженное, как если чистую вытяжку из артишока употреблять, или БАД, который наш, холонактив. Холонактив – это же вообще чистое просто желчегонное средство с артишоком в составе. Нет, здесь такого не будет. Кстати, артишок – это одно из немногих желчегонных средств, которое подходит даже беременным и кормящим. И врачи, гинекологи, гастроэнтерологи эту информацию знают. Беременным артишок подходит. Поэтому вообще спокойно, можно его употреблять. Так, следующий слайд. Ага. Как применять? Как, когда, кому применять? Смотрим по обстоятельствам. Вообще можно применять до трех порций в день. Это, наверное, если вот прям очень-очень выраженный запор, если вот вы совсем клетчатки не едите. Я, в принципе, не вижу надобности применять три порции в день обычному человеку для профилактики. Одной порции, ну максимум двух будет, я думаю, вполне достаточно. Вот, калорийность 20 калорий в порции, это примерно, это чуть меньше, если читать по сахару у нас, менее 0,5 хлебных единицы. Это для тех людей, у которых сахарный диабет. Продукт реально низкокалорийный, но достаточно вкусный. Там используется небольшое сочетание сахарозаменителей. Вот поэтому он еще и вкусненький такой достаточно. Когда применять? При дефиците в рационе растительной пищи и кисломолочных продуктов. Часто этим, кстати, у нас страдают пожилые люди, подростки, которые отказываются есть фрукты, овощи. И, может быть, люди с избыточной массой тела, которые мало действительно употребляют растительные пищи. Вот, люди, у которых есть склонность к запорам, к дисбактериозу, к вздутию живота. Что у нас еще? Боли в животе, синдром раздраженного кишечника туда же добавим. Вот это все у нас портреты потребителей на этот продукт. Также он хорошо подойдет при интоксикации, потому что, как я уже сказала, интоксикация практически всегда связана с нарушением работы печени и кишечника. В похмелье, например. При похмелье тоже этот продукт подойдет. Либо после того, как у вас был курс каких-то серьезных препаратов, антибиотиков, например. Вот, тоже можно. И в составе программ коррекции веса, потому что можно использовать его как перекус, как какой-то сладкий, сладковатый напиток. Вот, собственно, все, что я хотела про него рассказать. Берю, продукт достаточно простой. А, вот, вот был еще вопрос про курс. Как применять? Какой курс приема? Смотрите, у нас курсы приема пишутся только для биологически активных добавок и витаминов. А здесь этого курса приема нет, потому что это пищевой продукт. Вот вам надо его употреблять? Вы его употребляете? Вам запор или там как-то себя чувствуете? Употребляете. Если все в порядке, ну, отставьте его до лучших времен. Здесь, ну, никто, кроме вас, вам не скажет, как его употреблять. Можно и курсом. Попробуйте. Особенно, если какая-то программа очищения, детоксикации, если есть проблемы там с весом. Ну, можно как раз курс пропить, посмотреть на эффект и, возможно, оставить на постоянной основе. Его можно применять постоянно. Он не имеет вообще никакого накопительного эффекта, потому что волокна в составе у него не впитываются, не впитываются в организм. Они вот просто проходят транзитом через наш кишечник, стимулируя его и помогая микрофлоре. И все. Еще, знаете, я как вижу его, один из портретов потребителей, это люди, которые едут в отпуск. Вот, вы знаете, да, в дороге мы мало едим, и обычно мы стрессугуем, много сидим, мало двигаемся. И люди там после, скажем, там поезда или там долгих перелетов, поездок в машине, они тоже имеют проблемы со стулом в течение там нескольких дней. И я думаю, можно его как раз предлагать в дорогу. Вот. Так, теперь вопросы. Так, как же мне отсюда выйти? Ага, комментарии. Здравствуйте. Когда лучше использовать синбиотика, когда пребиомикс? Вот они совершенно разные. Синбиотик – это у нас все же больше комплекс лакто- и бифидобактерий, а пребиотик – это еда для бактерий. Поэтому их нужно употреблять вместе. Их нужно употреблять вместе. Ну, пребиомикс, он такой вот больше, говорю, детоксикация, запоры и так далее. А синбиотик – это когда уже прям есть дисбактериоз, когда у вас множественные дефициты, когда, что у нас еще, молочница, там бакбагенозы различные. Но вот лучше всего они работают вместе. Поэтому я бы все же рекомендовала употреблять их вместе. Причем начинать с пребиотика. Начинать надо с пребиотика. И потом добавить синбиотик. Вот тогда это будет действительно такая грамотная рекомендация. Потому что, ну, по хорошему счету, одно без другого работать не будет. Да, детям можно. Ну, имеем в виду, да, с осторожностью. Как бы официальных рекомендаций по поводу детей нет. Так, здравствуйте, подскажите, если ребенок 7 лет не ходит каждый день в туалет, проходит, при этом никаких проблем не испытывает, ничего не беспокоит. Это нормально, надо давать этот напиток. То, что ребенок 7 лет не ходит каждый день в туалет, это ненормально. Это ненормально. Ребенок, у ребенка вообще кишечник, сколько кишечник у 7-летнего ребенка? Метр может быть, да? Если у здорового там взрослого человека там метр 3-4, то у 7-летнего, ну, метр. И вот представляете, короткий кишечник, да, а он не ходит в туалет. Он у вас либо не ест, вообще не ест, либо не пьет, либо не двигается, либо у него какие-то, ну, психологические, психологические запреты на туалет. Это у взрослых, кстати, тоже очень часто я вижу. Знаете, с детства тянется, особенно у поколения, поколения 90-х, у которых в школах, в школах, помните, кабинок не было отдельных, все было на виду. И многие тогда школьники, ну, сдерживали позывы для того, чтобы сходить в туалет уже непосредственно дома. И потом вот с этим начинают уже разбираться после 30 лет. Это, наверное, каждый третий мой пациент с этими проблемами. Поэтому, да, попробуйте ребенка, во-первых, отпаивать водичкой, тепленькой водичкой, чтобы он выпивал свою норму воды, попробуйте этот, и попробуйте этот функциональный напиток. Интересно, чем этот напиток лучше капсул синбиотика? Их просто нельзя сравнивать. И вообще у нас синбиотик – это БАД. Он зарегистрирован как БАД. Соответственно, у нас синбиотик имеет все особенности БАДа. То есть это курсовой прием, указания по поводу беременных кормящих и детей и так далее. То с пребиотиком такого не будет. У нас просто все карты в руки, никаких запретов нет. Можно ли ребенку в один год, в восемь месяцев выпить сразу, или можно на два-три раза растянуть? Я вам не могу сказать, да, я вообще не веду детей. Здесь практически два года ребенку, достаточно маленький. Я не знаю, как ваш ребенок питается, но я думаю, можно немножечко ввести в состав его питания, начать с минимальной какой-то дозы, посмотреть, как он отреагирует. В принципе, там ничего такого нет. Если он выпьет сразу весь тик, может быть, я думаю, вздутие даже. Может быть, многовато, большая доза для ребенка одного года. Но здесь смотрите сами. Я бы не рисковала, чтобы не было у него вздутия. Начать прям с минимума, с минимума. Но опять же, не забывайте ребенка еще водичкой поить. Потому что без воды будет очень тяжело. Дозировки для детей нет, потому что это у нас не БАТ. На постоянной основе пить можно. Когда принимать? До или после еды? В принципе, тоже большого значения не имеет. Но я бы после еды принимала или где-нибудь между приемом пищи. Но в принципе, особого значения это не имеет. Если вы это принимаете до еды, до еды, то минут за 20, то в принципе у вас уже будет хорошее чувство насыщения. И это может быть актуально для людей, у которых есть лишний вес и люди, которые переедают. И едят много жирного углеводов. Таким образом, у них усвоение жира из пищи будет меньше. Какой курс приема? Курса приема для этого продукта нет. Извините, не совсем потею. Можно ли выделить при камнях в желчном пузыре с осторожностью? Если честно, я не видела за свою практику еще ни разу, чтобы при камнях в желчном пузыре при назначении мягких желчеконок происходили какие-то явления. Но это мой опыт. Я вот такого не видела. Но все равно пишут, что с осторожностью. То есть если камни есть, если они двигаются, если их много, то с желчегонами нужно быть очень осторожными. Так, запись эфира будет. Да, и слайды будут, конечно же, опубликованы. У меня отсутствует желчный пузырь. Мне его можно употреблять? И как часто? Конечно же, можно. Можно. Я бы даже сказала нужно, потому что у людей, у которых отсутствует желчный пузырь, я обычно вижу две проблемы. В 90% случаев у них все равно сохраняются и боли в области желчного пузыря, потому что идет, как сказать, страдают протоки, протоки желчные. И у них тоже бывает таких людей склонность, запоры, в общем, бывают. Поэтому этот продукт для них. А бывает, что при удаленном желчном пузыре, наоборот, может быть диарея, потому что желчь там льется просто без конца. И тогда этот продукт будет особенно нужен, потому что он будет сорбировать на себе часть желчных кислот. Сколько его курсом пить дней надо? Смотрите сами. Можно курс пропить там 5 дней, можно там 2 недели, можно месяц, можно просто взять куда-нибудь в дорогу, в поездку и там попить. Можно вместо линекса бифиформа после антибиотиков? Нет, нельзя. Потому что это не замена пробиотикам, это пребиотик. То есть это еда для бактерий. Я бы рекомендовала после антибиотиков как раз этот напиток употреблять и наш синбиотик. Как сочетать с антипаразитарной программой? Легко сочетайте с антипаразитарной программой, просто, не знаю, там, где-нибудь там после еды его употребляйте, между приемами пищи. Вот он никак с антипаразитарной программой взаимодействовать не будет. Так, на ваше усмотрение, в контексте применения беременным и детям можно употреблять кормящей маме беременной. Еще раз сказала, этот продукт зарегистрирован как пищевой продукт, поэтому никаких противопоказаний беременным, кормящим и детям нет. Вот, поэтому да, на ваше усмотрение. Вот, но противопоказаний нет, абсолютно никаких нет. Так, с нашими балансерами сочетается новинка, конечно, с абсолютно всеми балансерами эта новинка сочетается. Подскажите, можно ли принимать, если у человека болезнь Жильбера? Болезни Жильбера не существует, есть синдром Жильбера, это не болезнь, это генетическая особенность, когда у человека нарушены, ну, в общем, нарушены процессы некоторые в печени, и у него будет высокий билирубин. Вот, никаких противопоказаний при синдроме Жильбера в этом продукте нет, спокойно употребляйте. А если у человека, наоборот, склонность к частым походам в туалет, а вот здесь нужно разобраться, почему у него эта склонность. Может быть, он жиров много ест, может быть, у него какие-то психологические особенности есть. Такое тоже бывает очень часто. Но попробовать можно. Здесь нужно разобраться, да, все же, почему у человека диарея. Может быть, у него вообще какая-то инфекция в кишечнике. Ну, не могу так сказать. Да, синбиотика, говорит, на Гринвей есть. Дозировок для детей не будет, потому что дозировки не высчитываются на детей. Смотрите сами. Так, про еду сказала. Как долго хранится в разведенном виде? Я не встречала таких указаний, как долго он хранится в разведенном виде, но давайте вот чисто теоретически, чисто теоретически, да, возьмем какие-то, не знаю, там, яблочный сок, например. Яблочный сок. Разведем его водой и поставим в теплое место. Сколько будет этот яблочный сок храниться? Я бы, наверное, советовала выпивать сразу или там в течение, там, не знаю, там, часа-двух максимум. В общем, не храните в разведенном виде, только в сухом. Так, про синдром Жильбера уже сказано. Можно употреблять в любое время суток его. Если кал не тонет, боли в животе по утрам у подростка. Что это значит? Это означает, что вам нужно на прием гастроэнтерологу. Для очищения организма какой курс пропить? Попробуйте месяц попить и еще программу по детоксу нашу подключить. Если за проблем с желчным пузырем очень жидкий стул несколько раз в день, нужен ли данный продукт, вы можете попробовать. Вы можете попробовать его, а можно еще попробовать комплекс с клетчаткой добавить, чтобы, ну, закреплять. Но я бы лучше советовала, если совсем жидкий стул, то все же не этот продукт, а Экосорб, ну, сорбент. Вот, может быть, этот будет продукт для вас. Экосорб на основе хитозана. Так, опять про детей, про детей. Сейчас слушаю эфир. Продукт посхож с клетчаткой нашей по действию? Очень хороший вопрос. Наконец-то я его услышала. Да, они, конечно, частично схожи, но клетчатка у нас, она сухая, и ее все же добавляют в еду. Да, там, в кашу, можно выпечку добавлять, там, сами по себе пить. У нее более, там больше разнообразия по вкусам. Да, она и сладкая есть, и такая более солененькая. Вот, и по составу тоже есть отличия. То есть в нашей комплексе с клетчаткой там у нас волокна пшеницы, то есть сразу глютен, семя льна, семя тмина и пектин. Вот, в принципе, и все. То есть, да, частично составы схожи, частично, но все равно немножечко отличаются. Я бы сказала, что в клетчатке, в комплексе клетчатки, там больше упор на перистальтику кишечника. Вот на перистальтику кишечника, на такую хорошую, грубую я бы даже сказала, перистальтику, такое понятное действие, то все же в этом напитке упор больше на работу с микрофлорой за счет того, что есть растворимые пищевые волокна, то есть инулин, пектин, бета-глюканы. Почему такое разнообразие клетчатки? Для того, чтобы у вас была возможность выбора. Чем больше выбор, чем больше ассортимент продукции, тем лучше. Вот, тем лучше. У вас будет возможность выбрать и выбрать для себя, для ваших клиентов наиболее комфортный им продукт. И по вкусу, и по действию, и по способу применения, потому что клетчатку мы все же едим больше, то этот напиток мы пьем. Может ли организм привыкнуть ходить в туалет только с помощью этого продукта? Нет, не может. Это не сено. Эти волокна пищевые, они не вызывают вообще никакого привыкания. Скажите, при наличии небольшого количества взвесив желчного можно? Можно. Можно ли его применять при болезни крона? Да, я бы, наверное, при болезни крона все же его попробовала, потому что здесь достаточно мягкие пищевые волокна, но здесь нужно смотреть индивидуально. То есть болезнь крона – это очень серьезное воспалительное заболевание кишечника, и обычно надо прям осторожнее с клетчаткой, осторожнее с продуктами быть. Обычно с пшеницей нужно быть очень аккуратным. Здесь действие достаточно мягкое. Попробуйте. Как улучшить, ускорить метаболизм? Это у нас вопрос не по теме, но я вам все равно отвечу. Нужно нормально есть и заниматься физической активностью. Больше способов ускорить метаболизм не существует. При похудении актуально советовать напиток? Да, актуально. Особенно девочкам, у которых… Девочкам и мальчикам, мальчикам, у которых есть запоры, и которые любят сладенькое, любят перекусы. Можно ли принимать совместно с инбиотиком? Да, можно. Если желчный удалет, можно ли этот продукт? Да, можно. И это был последний вопрос. Мы с вами уложились в 40 минут. Так, я все вопросы прочитала. Все. Хорошего вам дня. Эфир будет сохранен.